С вами Алексей Ницца и сегодня я расскажу, как создать реалистичные прототипы мобильных EV-приложений с помощью сервиса Marvel. Сервис с легкостью превратит скетча и изображения в кликабельные прототипы и поможет быстрее понять, как будет выглядеть будущее приложение. Суть работы сервиса проста. Он дает возможность связать изображение экрана будущего приложения между собой и визуально представить, что произойдет при нажатии на часть экрана или кнопку. Бесплатно можно создавать до трех проектов. Для начала необходимо зарегистрироваться или войти с помощью аккаунта в Dropbox, который здесь сыграет очень важную роль, но об этом чуть позже. После входа я попадаю в раздел своих проектов, где пока пусто, и мне предлагается посмотреть видеоинструкцию или использовать тестовый проект. Я же покажу работу сервиса Marvel на примере изображений, которые я подготовил заранее самостоятельно. Нажимая Create Project, я ввожу название проекта и попадаю в окно проекта. Сначала я перейду в настройки, где выберу устройство для будущего прототипа приложения. Каждое устройство имеет свой размер экрана, поэтому нужно выбрать, какого размера будут сами изображения экрана. Итак, я выбрал iPhone 5S, и размер изображения для будущего прототипа мне нужно сделать следующими – 640х1136 пикселей. Теперь я могу загрузить изображение со своего компьютера или из своего аккаунта Dropbox, воспользуясь последним вариантом. Здесь нужно отметить, что удобство использования аккаунта Dropbox в полной мере работает только тогда, когда у вас на компьютере есть папка, которая автоматически синхронизируется с Dropbox. Итак, в моем Dropbox есть папка Project с 6 изображениями и экранами будущего прототипа. Вот эти же 6 изображений в моей папке на компьютере. В зеленой галочке говорят о том, что файлы синхронизированы с Dropbox. Я выбираю все изображения и добавляю их в свой проект, и они сразу же подгружаются. Наводя мышкой на первое изображение, можно узнать, откуда оно загружено, а также нажать Edit, чтобы перейти к редактированию. Открывается окно работы с изображениями и экранами. Можно изменить масштаб. Итак, теперь мне нужно просто связать между собой все изображения, чтобы получился прототип. Первое изображение – это первый экран мобильного приложения. Здесь есть две кнопки – зарегистрироваться и войти. Я выделяю первую кнопку и связываю ее с соответствующим изображением, имитирую нажатие. То есть, куда попадает человек, нажимая на кнопку Sign Up. Здесь же можно выбрать действия и виды смены экрана. Я оставляю нажатие и выбираю Slide Left. Такие же манипуляции я проделываю с другими изображениями. Естественно, что вам нужно знать заранее, как связываются экраны в вашем приложении. Переходя на третий экран, я связываю каждое изображение с соответствующим экраном, чтобы при нажатии на изображение человек попадал в нужный раздел. Теперь, когда я закончил связывать экраны между собой, можно нажать на Play и посмотреть, как выглядит сам прототип приложения. Открывается новое окно, и я вижу реалистичный прототип мобильного приложения. Нажимая на Sign Up, я попадаю на экран регистрации. Нажимая на Login, я попадаю на первый экран, и там, нажав Login, я попадаю на экран с изображениями, каждый из которых ведет на свои разделы. Теперь я покажу преимущества использования Dropbox в этом сервисе. Открыв изображение первого экрана, заметим, что левая кнопка красно-розового цвета. Что, если мне нужно быстро поменять элементы на изображениях экранов будущего прототипа? Это делается очень просто. Открываем нужное изображение из папки проекта на своем компьютере в графическом редакторе и делаем нужные изменения. Например, меняем цвет кнопки на синий и сохраняем файл. Так как наша папка проекта синхронизирована с Dropbox, а значит и с сервисом Marvel, то при открытии прототипа моего приложения я вижу, что изображение обновилось автоматически, и цвет кнопки стал синим. Такая функция может сэкономить большое количество силы и времени. Теперь посмотрим, что можно сделать с готовым прототипом приложения. Во-первых, им можно поделиться ссылкой и автоматически сгенерированным QR-кодом, а также сразу поделиться в Твиттере или Фейсбуке, а также по мейлу. Очень удобным является возможность строить прототип на свой сайт с помощью кода. Копирую и вставляю код на свой сайт. При необходимости можно изменить размер объекта в зависимости от дизайна вашего сайта. Так выглядит прототип моего приложения на сайте. Таким образом, сервис Marvel помогает создавать реалистичные прототипы мобильных и веб-приложений для разных типов устройств и встраивать их на свой сайт. А синхронизация с Dropbox делает работу еще быстрее и эффективнее. Субтитры создавал DimaTorzok